Амурские перецы Здравствуйте, дорогие организаторы. Название у вас, конечно, великолепное. Честно, кто придумал его? Сразу цепляет. Да, мы придумали его, не помню когда, все вместе участвовали. Мы сначала так назвали группу в WhatsApp. Амурские перцы. Это такая мимикрия под острую приправу где-то. И есть такое расхожее выражение, что вот он перец крутой. И вот это вот такой вот микс смысловой лег в основу вот этого названия. И оно с юмором. Мы вообще какой-то процент в нашей деятельности отводим юмору. Ну я поняла, явно по названию заметно. Но тем не менее, соревнования-то вполне себе серьезные. Я полагаю, вы к ним тоже готовились в продолжительное время. Для меня было новое понятие, которое я услышала, прочитала у вас как раз на афише. Эндуро. Соревнования по эндуро. Что это? Объясните, пожалуйста. Я разные версии в интернете нашла. Ну позвольте я начну, Евгений дополнит. Эндуро переводится как выносливый. По сути эндуро это разновидность, точнее дисциплина в мотоспорте, которая предполагает соревнования на выносливость по пересеченной местности в естественном рельефе. Есть еще небольшой подпункт. Это супер эндуро, когда строят стадион из бревен, камней, трамплинов и других там препятствий, и где тоже проводятся соревнования. Это могут быть самостоятельные соревнования в таком формате, либо как квалификация для основной гонки по пересеченной местности, о которой я говорил ранее. Вот если коротко так. И вообще мне очень нравится ассоциация, когда спрашивают, ну вроде бы эндуро мотоцикл, он похож на кроссовый мотоцикл, но почему все-таки эндуро? Мне нравится вот такая параллель. Эндуро как смешанное единоборство. То есть в единоборствах есть ударная техника, борцовская техника, и вот ее синтез дает нам смешанное единоборство. В эндуро все то же самое. Есть дисциплина мототриала, есть дисциплина мотокросса, и синтез этих двух дисциплин по большому счету дает эндуро. То есть эндуро это смешение стилей, некая квинтэссенция мотоциклитных стилей, ну соревновательных дисциплинах. Вот так это. Я примерно уже теперь начинаю понимать. Евгений, это эффектное вообще соревнование? Ну то есть там как-то мотоциклисты подлетают. Ну вот расскажите чисто технически как. Конечно, эффектность это очень эффектный спорт, потому что связанный с преодолением различных препятствий, естественных подъема. Есть такое название курва, называется. Это как раз таки когда конец подъема мотоциклист не успевает заезжать, из-под него мотоцикл вылетает и это все так красочно. Это как бы на самом деле безопасно очень, но это очень красочно выглядит все и ну то есть в этом и эффектность тоже своя. Ну и плюс особо спортсмены, которые, скажем так, обладают уже всеми там навыками. Это очень красивая езда, прям можно любоваться со стороны. А у нас такие профессионалы есть, с которыми можно соревноваться? У нас такие профессионалы есть, которые постоянно ездят на соревнования в соседние регионы, там Приморский край, Хабаровский край. То есть у них уже давно они проводятся, насколько я понимаю? Да, то есть там уже десятилетия, даже не одно. А вот у нас на территории пока, можно сказать, мы первые открыватели. Вот мне интересно, все-таки это совершенно особый вид спорта, да, и вы говорили перед эфиром, что специально трассу строить не надо. Но это ведь надо найти еще такую трассу, которая бы подходила. Да, безусловно, это так. Нам во многом помогает естественный рельеф, конечно, но для того, чтобы подготовить трассу, ее действительно, вы правы, ее нужно найти. То есть среди многообразия вот этого рельефа нужно найти именно те участки, которые лягут в основу уже спортивной трассы. Ну, не обходится дело без топоров, пил. Мы, конечно, не валим деревья там в диаметрах. Дотачиваем. Да, мы дотачим где-то кусты, убираем где-то траву, подкашиваем. Но так или иначе трек специально не строится, но, наверное, в большей степени он готовится. Готовится тщательно, готовится не один месяц, потому что протяженность бывает до 40 километров, которые нужно где-то пройти, где-то проехать на мотоцикле. И вот мы ездим и уделяем этому очень много времени. Это, пожалуй, самая трудозатратная часть. Строительство трека – это самая трудозатратная часть. Сколько по времени, Евгений, занимало строительство вот этой трассы? А оно до сих пор продолжается. Еще идет? И будет до самого, чуть ли не до начала. Ну, в январе. День гонки. То есть это будут еще какие-то моменты, которые будут дотачиваться. Ну, вот мы в январе начали. Ого! И вот постоянно, каждую субботу мы ездим и делаем. Ну, наверное, нет такого идеального рельефа, который прям вот не надо никак трогать, да, и облагораживать для соревнований. Знаете, есть. Есть? Есть. Ну, это, наверное, в процентах я статистику не замерял, но это процентов 10-15 трассы, где почти делать ничего не надо. Все там природа уже сделала. Да, да. А что там должно быть? Давайте вот так вот. Что должно быть на трассе? Расскажите, пожалуйста. В любом случае должны быть подъемы, должны быть сплюски, какие-то ямы, то есть те препятствия, которым спортсмен как бы должен, ну, как бы немножко подготовиться эмоционально там тоже. И, ну, эндуро все-таки по естественному рельефу езда, ну, и, соответственно, чтобы максимально были задействованы все вот эти вот моменты подъемы, спуски там и так далее. Вы говорите, что это безопасно относительно. Ну, да, тут, я скажу так, травма, ну, травмоопасность вот эта, допустим, в том же самом мотокроссе намного выше, потому что там скоростя выше, больше, и прыжковая техника там, ну, бывает, что ошибка очень велика. У нас в эндуро там, ну, процент ошибок может где-то больше, но они не такие как бы фатальные, ярко выраженные, то есть которые к травмам приводят. Ну, это опять же, это же высота, это же, ну, ну, это не обрывы какие-то, то есть. То есть ищите специально, чтобы, ну, да, если он подъем, это пологий, то есть если там кто-то прилег даже, то есть он спокойно приложился там. Я вот, разрешите, дополню, Евгения, безопасность, она коррелирует с классами. У нас есть три класса, по большому счету. Это класс спорт, где трасса максимальная, сложная, и вот эта сложность, она обуславливается вот этими способностями спортсменов в этом классе. Они подготовлены, они могут заехать. Конечно, если в класс спорт запустить любителя, он, вопреки оптимизму Евгения, получит серьезнейшие травмы, даже несовместимые с жизнью, потому что он туда не заедет. Ну, да. Да, это ответственные подъемы, это скалистые подъемы, где цена ошибки может равняться жизни. И поэтому внутри каждого класса, вот, например, Евгений, у него почетная миссия, он отвечает за трассу класса спорт. Это самый жесткий, самый опасный, но вместе с тем и самый зрелищный класс. Евгений, он сам выступает в классе спорт, нужно понимать, что мы, как организаторы, тоже являемся спортсменами, тоже ездим на соревнования. Вот Евгений выступает в классе спорт, и он целиком и полностью курирует то, какой будет трасса класса спорт. И там есть свои регламенты безопасности. Чем класс ниже, тем безопасность выше, и трасса проще. Мне интересно, спортсменов легко было собрать, найти, которые бы выступали? Да, это тоже одна из основных проблем, потому что тут основные, скажем так, классы многочисленные. Это класс хобби и опен. Это средние такие классы, где не нужны особые там какие-то навыки. То есть главное, чтобы ты умел там элементарно переключать скорости на мотоцикле и так далее. Этого там даже может быть достаточно для того, чтобы финишировать гонку. И получается вытянуть из поля, из вот этого очень сложного спортсмена, ну спортсменов начинающих, потому что кто-то боится, кто-то переживает, кто-то там, ну у всех разные моменты, какие-то отговорки может быть даже. Ну в любом случае надо приехать, я так понимаю, посмотреть как минимум, да, потренироваться возможно на этих трассах. Теперь тем более они уже практически готовы. Я вам желаю красивых и зрелищных соревнований, побольше спортсменов, ну побольше нам таких вот мероприятий красивых. Я думаю, что это наше общее пожелание вместе со зрителями. Спасибо. Вам спасибо большое. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были организаторы соревнований «Амурские перец» Евгения Приходько и Олег Панченко. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире. Продолжение следует...